Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на российском рынке акций закрылись ростом индексов. В России обмануть банк считается доблестью. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Региональные банки в состоянии конкурировать с лидерами рынка. Банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную финансовым посредникам. А теперь подробнее об этих и других темах. Неделя на российском рынке акций завершилась в плюсе. По итогам торгов индекс ММВБ повысился до отметки 1496,18 пункта. Индекс РТС вырос до уровня 1343,20 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру. 123сервис.ру – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123сервис.ру. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123сервис – ваш ключ к успеху. О проблеме кредитного мошенничества в интервью банкир.ру рассказал председатель правления СМП банка Дмитрий Калантырский. Увы, признал банкир, в России обмануть банк до сих пор в определенных кругах считается доблестью. Что среди физических лиц, что среди корпоративных клиентов. И банки, раздавая кредиты направо и налево в надежде, что получаемая маржа от выплат сознательных заемщиков, покроют убыток от действия мошенников, фактически поощряют их действия. Также среди юридических лиц банки, поставившие кредитование малого и среднего бизнеса на поток с минимумом документов и минимумом вопросов, родили просрочку по своим портфелям в 20%. Конец цитаты. Полностью интервью с Дмитрием Калантырским читайте на сайтах банкир.ру 123кредит.ру Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю по перспективам ценовой динамики евро-доллара. Несмотря на уверенный рост евро в последнее время, многие трейдеры предпочитают продавать его на росте к ключевым уровням, поскольку не видят достаточных оснований для формирования устойчивой восходящей динамики. Действительно, рост единой валюты против доллара США в нынешних условиях довольно сложно объяснить. Базируется он, пожалуй, не на силе единой европейской валюты, а на временной слабости доллара, причины которой многие экономисты объясняют экстремально неблагоприятными погодными условиями в США. Однако негативные факторы в самой европейской экономике никуда не делись. Более того, ситуация только усугубляется. Помимо провалов на рынке труда, постоянно снижающихся темпов экономического роста, регион балансирует и на грани дефляции. В конце концов, Европейский центральный банк, реагируя на это, может понизить процентную ставку или ввести отрицательные ставки по депозитам, причем уже на ближайшем мартовском заседании. Чиновники Центробанка на прошлой неделе активно обсуждали такую возможность. В этих условиях нет смысла включаться в покупки евро, надеясь на устойчивое продолжение восходящей тенденции. В свою очередь, технические факторы по данной паре не демонстрируют однозначной картины, поддерживая в равной мере две опции – возможность изменения ценовой тенденции и возобновления снижения пары и вероятность ограниченного продолжения подъема пары с последующим разворотом европейской валюты на снижение в новом цикле нисходящего движения. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение коррекционного подъема пары, ее разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням, 1,3656, 1,3624, 1,366, 1,3567, 1,3538, 1,35 и ниже, в направлении значимого уровня поддержки 1,3480. Вместе с тем, если быкам по евро удастся последовательно преодолеть сопротивление продавцов на уровнях 1,3715 и 1,3740, единая валюта сможет возобновить рост к ключевому уровню сопротивления 1,38. Здесь вновь ожидаем разворот и возобновление снижения евро к вышеназванным целевым уровням. О текущей ситуации в области информационной безопасности в интервью банкир.ру рассказал ректор Академии информационных систем Юрий Малинин. По его оценке, проблема борьбы с высокотехнологичным мошенничеством особенно остро стоит в банковской сфере, телекоммуникациях, ритейле и электронной торговле. Главной целью кибермошенников эксперт назвал хищение денежных средств. Это не хакерские группировки фанатиков, которые ломают ресурсы ради политических убеждений или религиозных взглядов. Наши мошенники не хотят славы, для них это работа, которая должна быть оплачена, отметил Юрий Малинин. По словам ректора АИС, профессиональное сообщество отметило спад мошеннической активности, по крайней мере снижение суммы денежного ущерба от их действий. Однако вместо ликвидированных группировок киберпреступников появляются новые, которые базируются в основном в странах ближнего зарубежья, с более мягким законодательством по отношению к такого рода правонарушениям. Полностью интервью с Юрием Малининым читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру. Конкурентные преимущества региональных банков обсуждали с участниками рынка в ходе состоявшейся онлайн-конференции банкир.ру. Безусловно, уверен зампред ТАЦ Соцбанка Дмитрий Кузнецов, малые и средние банки, располагая небольшими собственными капиталами, целенаправленно направляет свой взор на малый и средний бизнес, так как ограничены лимитом кредитования на одного заемщика. Но вместе с тем они могут предложить более высокую ставку по депозиту, либо комфортное индивидуальное обслуживание крупному бизнесу. Более того, преимущество которого выгодно отличает региональные малые и средние банки от лидеров российского банковского рынка. Это в первую очередь быстрота, принятие решений и мгновенная реакция на запрос клиента. Конец цитаты. Полностью материалы онлайн-конференции, региональные банки, продукты, преимущества, конкурентноспособность читайте на портале банкир.ру. В феврале состоится совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру, журнала «Банки и деловой мир», Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, Института финансового планирования. Онлайн-конференция будет посвящена финансовым посредникам. В ней примут участие президент компании Lionstone Investment Services Александр Беляков, начальник отдела по обслуживанию на финрынках головного отделения Сбербанка по Красноярскому краю Жанна Боровая, замдиректора по работе с частными и институциональными клиентами представительства САКСа Банка АЭС в Москве Артем Азизов и другие. Задайте свои вопросы участникам онлайн-конференции «Финансовые посредники», которая пройдет в феврале на портале банкир.ру. 27 февраля 2014 года в Финансовом университете при правительстве РФ состоится пятая конференция «Рынок труда в финансовой сфере». Ее организаторами выступили информационное агентство банкир.ру, Финансовый университет при правительстве РФ, Ассоциация региональных банков России, Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов, журнал «Банки» и «Деловой мир». На конференции предполагается обсудить изменения на рынке труда, финансовом сфере, новые кадровые потребности банков, проблему профессионального качества в банковской отрасли, формирование профессиональных стандартов, вопрос адаптации кадров в условиях сокращения численности банков. Модератор конференции – вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный редактор агентства банкир.ру и холдинга 123service.ru Янарт и главный редактор журнала «Банки и деловой мир» Людмила Коваленко. Участие в конференции бесплатное. Желающие принять участие в конференции могут подать заявки на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123kredit.ru, asros.ru. Сюжеты Банкир ТВ вы можете видеть также на сайтах береки.ру, 123service.ru, finarty.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели! Субтитры создавал DimaTorzok